Существенной проблемой в инклюзии людей с инвалидностью по зрению это отсутствие возможности незрячих людей самостоятельно перемещаться в пространстве. Это ограничение в разных вопросах, как простой жизнедеятельности, так и обучение, трудоустройство, то есть полноценная жизнь невозможна, если человек самостоятельно не передвигается. Благо, современные техники и технологии позволили прийти к тому, что мы сегодня сами создали белорусскую систему точной навигации которая имеет название белорусская «Кроки на Гуки». Система навигации позволяет незрячему человеку самостоятельно ориентироваться на местности и находить нужные ему объекты. Совместный проект Центрального управления БелТИС и Учреждение реабилитации инвалидов по зрению «Центр успешного человека», спонсируемый на первом этапе посольством США в рамках программы «Малых грантов», реализован в нашем городе. Я очень рада, что посольство США могло бы поддержать проект «Кроки на Гуки», который поможет людям с инвалидностью легче ориентироваться. Мы выиграли конкурс, получили финансирование для того, чтобы в каждом областном центре нашей республики создать такие талонные объекты при помощи этой системы. В Бресте, в частности, оказался вместе с местными органами власти, вместе с мэром Рохочуком Александром Степановичем мы выбрали новый автовокзал. Безбарьерная среда, тактильная плитка и мнемосхема, а также информационная система «Кроки на Гуки», внедрённая совместными стараниями представителей БелТИЗа, Центра успешного человека и властей нашего города на новом автовокзале, сделали нововведённый объект уникальным и отвечающим всем мировым стандартам. Сегодня у нас всё получилось. Создание безбарьерной среды – это личная свобода, это очень многого стоит. Мы подписали конвенцию по правам инвалидов. На сегодняшний день разработан национальный план действий по реализации всех проблем, решения проблем инвалидов до 2025 года. Поэтому всё есть на сегодняшний день. Большой шаг навстречу личной независимости людей с инвалидностью по зрению однозначно сделан, а пробированная на новом автовокзале навигационная система «Кроки на Гуки» продемонстрировала свою актуальность в современном обществе и простоту в использовании. Система работает хорошо. Может быть, сегодня мы не совсем уверенно ориентировались, потому что было несколько команд, которые одновременно запускали маячки. Но вход мы нашли, кассу номер 10 мы нашли. И хочу сказать, что люди сразу начинают видеть, что мы плохо видим, и люди сразу стараются нам помочь. То есть уже начинает работать не только система «Кроки на Гуки», но и доброта людей. Я очень-очень сильно надеюсь на то, что в обозримом будущем, скажем так, в моей жизни, надеюсь, ещё хватит, когда все в крупных городах, по крайней мере, автобусные и железнодорожные вокзалы будут этой системой оборудованы, и тогда я смогу поехать к своим друзьям, похоже, в Минск, в Могилёв или ещё куда-нибудь, просто один. Я сотрудничаю с Центром успехов, в том числе в разработке этой системы. Ну и естественно, что как человек, который постоянно её тестирует, постоянно участвует в каких-то мероприятиях, во внедрении этой системы, скажем так, в жизнь, я считаю, что система очень полезная, мне лично она помогает. Безусловно, данная система очень замечательный вообще проект. Данная система будет помогать незрячим людям лучше ориентироваться в пространстве, лучше искать, отыскивать тот или иной объект, и что будет способствовать повышению его независимости от окружающих. Наталья Луговкина, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания Бук-ТВ. И если он поддерживает Grey Myers,